МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Бурый трофи-2016". Последнее в этом сезоне соревнование внедорожников открыл показ боевых машин. Еще недавно подобные мероприятия проводились лишь за городом, в более привычной для джиперов среде. Но с появлением Федерации автомотоспорта Миринского района статус внедорожных гонок заметно вырос, впрочем, как и число участников соревнований. -"Поздравляю всех с праздником. Это праздник нашего города. Второй открытый чемпионат Миринского района, где можно получать разряды. Вижу знакомые лица, автомобили подросли, как и участники, достойно машины выглядят. Уверен, что достойно будут выступать". Сказать напутственные слова участникам перед гонкой пришли представители спортивных ведомств города Мирного и Миринского района. -"И сегодня всем участникам хочется пожелать быть уверенным в победе, ставить перед собой цели и достигать их с упорством, проявляя силу духа и мастерство". -"Я думаю, что все равно трассы достаточно сложные, поэтому я желаю всем участникам, чтобы вас не подвели автомобили, ну и побольше собранных точек. Удачи вам". С приветственным словом к участникам обратился и нынешний директор автоклуба «Медведь» Валерий Барбашинский. Именно с этой организацией шесть лет назад в Миринском районе началось развитие внедорожных видов спорта. -"С погодой, конечно, не повезло, сами знаете, две недели. Не было дождя. Хочется, конечно, чтобы ощущения были, чтобы было много грязи, много драйва, много упорств соревновательных. Но всем счастливо стартануть, доехать до финиша". Показ автотехники привлек в этот день немало зрителей. Это редкий момент, когда в одном месте можно видеть не только современные машины, но и раритеты, оборудованные всем необходимым для борьбы с бездорожьем. Здесь же и класс АТВ, квадроциклы, а также двухколесные мотоциклы. Участники соревнований и все желающие могли приобрести и джиперскую атрибутику с символикой клуба и логотипом нынешнего трофи-рейда. Наконец наступает кульминационный момент предстартового шоу. Все экипажи проезжают под символической аркой, установленной на пути следования к базовому лагерю. Это своего рода момент принятия решения для тех, кто заявился участвовать в трофи. Теперь вступить в схватку с бездорожьем – дело чести. Базовый лагерь джиперов не первый год размещается за городом в долине реки Ирилях. Автомобилисты окрестили этот район и риляхскими холмами за характерный рельеф и препятствия любой сложности. Почему в моторном отсеке сидим? Делаем машину, готовимся к гонке, гидроизоляция, моторы. Чтобы вода не попала. Сейчас герметиком все смазываю и все. Прежде чем выйти на старт, все участники проходят технический контроль, медосмотр и получают задания в зависимости от класса внедорожника. При необходимости дается индивидуальный инструктаж. Лимит времени 6 часов, штрафное время 30 минут. Короче, брать по очереди. Да, но можете пропускать. Лишь бы потом было все подряд. Там третья, четвертую не взяли, следующая должна быть пятая, или шестая, или седьмая. Всего на трофе представлено 15 экипажей. Автомобили разделены на классы стандарт, спорт и прото, в зависимости от снаряжения и проходимости. Для большинства участников это не первая встреча с бездорожьем. Мы тренировались практически каждые выходные, выезжали примерно в такие же места. Старались заехать как можно глубже в грязь, как можно выше в подъем. Ну и наматывали опыт на кардан. Для класса стандарт задание максимально простое. Нужно взять 23 точки за 6 часов. Внедорожникам спорт и прото предстояло 8-часовое ориентирование и 10-часовой линейный трофе. Взять можно максимум 29 контрольных точек. Стратегия та же. Проехать всю трассу нормально, без поломок, нигде не застрять. Главное осмотреть, куда правильно заехать. Ну сначала осмотреть, а потом уже заезжать, не залазить в грязь. Это необъяснимый кайф, когда ты просто, я не знаю, рассчитываешь на свои силы, на технику, чтоб не подвела, ну и штурман, чтоб не подвел. Я могу, я сделаю, все. Просто интересно, вовлекает адреналин так же. К заезду готовятся и те, кому надоело колесить на своих железных конях по городским дорогам. Класс эндуро, специально для спортивных байков. В мотоцикле у нас представлено три мотоцикла. Это Хонда, Ямаха и две Хонды, Ямаха. 250 кубов у них у всех. Все классы эндуро выступаем. То есть как бы все равны, а там уже все зависит от мастерства. 25 точек как бы. Вот находимся мы здесь, и там дальше уже от тебя зависит, какую ты точку хочешь взять, куда ты поедешь. Это уже зависит от тебя, от твоей стратегии, как ты поставишь себя. Дальние точки взять или брать именно баллы, которые большие. Задание класса эндуро получили и квадроциклисты. Два спортсмена выступают на легких заднеприводных машинах, которые не отличаются особой проходимостью. Ну, по легенде, должны собрать точки, сфотографироваться и вернуться по времени. К финишу не вернешься вовремя, будет не зачет. Евгения Фишер приехала из Удачного. Там создан клуб «Своя волна», где энтузиасты осваивают внедорожную технику. Только учусь. Вообще. Ну, года два так езжу, по мере возможности. Так что пока с ребятами поеду. Уже второй год в троферейде участвуют Евгения Волкова и Анастасия Ротару. Их класс – пешие туристы. Пока вне конкурентной борьбы. Девчонки смелые, оригинальные, молодцы. Дай бог, чтобы это движение пеших туристов продлевалось, потому что это интересно. В среднем за один маршрут они проходят около шести километров. Девушки уже научились находить контрольные пункты, ориентируясь визуально по карте. В этот раз задание сложнее, но в распоряжении пеших теперь есть список координат и GPS-навигатор. 25 точек всего. Лимит времени 6 часов, но мы надеемся, что справимся. Мы быстрее. Есть точки сложные, трасса, конечно, больше в этом году. Мы справимся. То есть вы уверены в своих силах? Уверены. Абсолютно. Абсолютно. Старт назначен на 15 часов с таким расчетом, чтобы любительские классы и пешие туристы смогли вернуться в лагерь до наступления темноты. Все прошли медицинский осмотр, зарегистрировались, легенды получили, координаты вынесли. Все, сейчас буквально осталось считанные минуты, и будем давать старт. Начало трофи-рейда всегда самый зрелищный момент. Тем более, когда на старт выходит сразу несколько внедорожников. Продолжение следует... Первый труднопроходимый участок не заставил долго ждать. Здесь началось первое серьезное испытание для экипажей. На первом спецучастке джиперам пришлось использовать весь арсенал вспомогательных средств – домкраты, лебедки и палиспасты. На грязевых участках, где даже мощный протектор не обеспечивает должного сцепления, гонщики используют специальные трапы. В такие моменты важна слаженная работа пилота, штурмана и помощника экипажа. С первыми трудностями мы наориентированы, сразу же начали первые точки брать. И немножко, конечно, удивились, а точки были очень жесткие. Ну, подумали, что если дальше будет, то мы, наверное, трассу не проедем так. Но вышло, что там, наоборот, чуть полегче были точки, полегче брались. Экипаж Алексея Лихачева прошел ориентирование за 11 часов. Однако судьи сбросили им три часа времени за взятие особо сложной точки. В итоге – лучший результат. Мы взяли чуть больше, там, 60%, по-моему, точек взяли. Ну и спокойно доехали до финиша. Автомобиль Александра Новопашина и Николая Кугушева был определен в класс прототипы. Отсюда и задание, которое экипажу пришлось выполнять впервые. Были определенные сложности, изучали даже на ходу, получается, навигатор. Теперь поначалу было немножечко сложно. Потом разобрались и пошли дальше. На этапе ориентирования команда столкнулась с техническими проблемами. Автомобиль УАЗ не выдержал экстремальных нагрузок. Вернули рулевую тягу, выровняли, поехали дальше. Потом, выехав, мы поняли, что у нас и коробка сломалась. Мы уже были готовы идти пешком. Ну, благо, оказалось, что... Машина не подвела. Частично. Она не хотела оставаться одна в лесу. Кое-как ее сделали. Вот на третьей скорости доехали до... Ну, за первый участок прошли. Машинам класса «Спорт», несмотря на меньшую проходимость, пришлось идти по тем же участкам, что были уготованы для топовых внедорожников. Но опытные экипажи достойно справились с возникшими трудностями. Мы вообще очень быстро сориентировались. Мы уложили свои трапы, которые были ранее заготовлены, и сразу проскочили этот участок, который мы могли наблюдать. Выезд был именно после финиша, ой, ну, со старта. Такое чреватое. Наши коллеги, которые шли рядом с нами, они выбрали другое место прохождения этого брода. Вот мы там устроились. Пришлось приехать помочь ребятам, вытащить их оттуда. Грязь и бездорожье можно отнести к естественным препятствиям. Но ими трасса не ограничилась. Немало сюрпризов для автогонщиков приготовили сами организаторы гонок. Дальше были точки попроще, и как бы больших сложностей мы не видели. Ну, интересно были. Были очень хорошо спрятаны. Хитрость была, судьями, такая запланированная, что либо высоко на дереве, что непонятно было, как их брать, всяко-разнохитрили. Участникам любительских классов понадобилось несколько часов, чтобы взять контрольные точки на своих спецучастках. И хотя судьи постарались сделать весь маршрут максимально проходимым, сложностей здесь тоже хватило. Мотоциклистам в классе эндуро и квадроциклистам пришлось изрядно промокнуть, прежде чем набрать максимальное число отметок в своем путевом листе. Казалось, в более выгодном положении находились пешие туристы, идущие, что называется, на легке. Но и здесь взять правильное направление на контрольную точку было лишь частью задачи. Было очень много водоемов, через которые нужно было переходить и брать точки. Если в прошлом году это был один водоем, то в этом году, не могу даже сказать, сколько их было, но было сложнее. Мы были в коротких резиновых сапогах, и нам приходилось снимать, воду выливать, немножко обсыхать, и дальше бежали. В основном у нас был бег. И мы даже засекали время, пробежали мы 17 километров. Ну, хорошо, у нас навигатор был хороший, он нам показывал четко, то есть мы куда подходили, и сразу же практически точку находили. Девушки взяли не все точки, они решили уложиться в лимит времени. В противном случае их результат был бы не зачтен. Через шесть часов пешие туристы вернулись к месту старта. Это адреналин, столько эмоций, сил мы получаем. Хотя казалось бы, да, вот то, что все, у нас вроде бы и сил больше нет бежать. По колено, не по колено мы бежали, чтобы взять точки, уже азарт все еще больше, больше разгорался. А когда пришли, вот этот вот кайф такой-то, что да, мы это сделали, это было здорово. Да, так что мы призываем всех жителей города Мирного и других населенных пунктов поучаствовать в пешем ориентировании. Это очень интересно, очень здорово. Взяв контрольные точки на ориентировании, экипажи вернулись в базовый лагерь. Здесь было достаточно времени, чтобы восстановить силы и привести в порядок свои автомобили. Следующий этап – так называемый линейный трофи. Организаторы решили построить его на основе заданий первого этапа. Это не противоречит правилам соревнований. И на трофи, и на ориентировании были одни и те же КП. Для чего это было сделано? Во-первых, разбег точек был очень огромный. Огромная была большая территория. Во-вторых, не нужно забывать, что гонка шла в ночь. И сейчас ночи уже минусовые температуры. И опасно было отпускать людей в три ночи опять в новые места. Мы не стали рисковать, честно говоря, признаюсь. И мы решили сделать уже по тем же точкам. А так как коэффициент у трофи выше, получается, они в тех местах уже ездили, они уже там нарыли и накопали. Соответственно, им будет там намного сложнее. Ну и уже места более знакомые, ориентироваться не так страшно в ночное время. Экипаж Николая Кубушева и Александра Новопашина, несмотря на высокую мотивацию к победе, вскоре после старта вынужден был сойти с трассы. Приехали, взяли первую точку, и уже там конкретно мы поняли, что у нас раздатки хана. И поэтому... Потому что нас уже притащили уже на трассу, машина уже не ехала сама. На помощь обездвиженной команде пришел экипаж Виталия Павлова и Николая Романова. Это как раз тот случай, когда на первое место становится взаимовыручка, а не стремление победить любой ценой. Ночь на дворе, ребята сами двигаться не могли, а уходить от них, бросать, и когда мы вернемся, за ними непонятно. Поэтому мы приняли решение, что мы их просто зацепим, сойдем с дистанции, но надо было просто вытаскивать их оттуда. Сложности трассы и технические проблемы с автомобилем гонщиков не испугали. Несмотря на неудачу, они решительно настроены перейти в самую престижную категорию джиперов. Это было просто круто. Я буду продолжать дальше. У нас уже есть определенные планы. Возможно, мы в следующем году уже уйдем со спорта, уже уйдем однозначно в прото. Потому что это все начинается просто с элементарно проехать по луже, а дальше больше. Хочется глубже, больше грязи. Как машину настроишь все это. Ну, это надо болеть. С одинаковым количеством баллов завершили трофи-рейд экипажи Алексея Соктоева и Алексея Лихачева. Лишь незначительные детали заставили судей разделить между ними первое и второе место. Это заслуга всей команды нашей. Помимо вот этих двух человек, двух штурманов, там еще порядка семи человек. Кто-то помогал, топливо подвозил, кто-то там с центра кидал, кто-то еще чем-то помог. То есть всем спасибо друзьям, джиперам. Прототипы показали себя достойно. Действительно, ребята есть, которые готовились, есть ребята, которые рискнули в прото. Но они как раз поняли, в чем слабости в автомобиле, какие узлы еще не готовы. Я думаю, что они на следующий год подготовятся более серьезно. Несмотря на поломки и экстремальные условия, большинство экипажей добрались до финиша вовремя. В очередной битве с бездорожьем победу одержали автогонщики. Составился этот праздник, праздник джиперства в этом году. Бурый трофе 2016. По моему мнению, удался. Я считаю, что ребята молодцы. Кто хотел, тот подготовился и выступил достойно. Церемония вручения наград проходила в стенах театрально-концертного центра Якутск. Кроме самих виновников торжества, навстречу пришли их друзья и семьи. Особенно неравнодушными к теме автогонок оказались дети. Возможно, будущие спортсмены. Мы бы тоже хотели, чтобы для детей сделали такие гонки. Только не на настоящих машинах, а как бы, ну тоже на машинах, только на мини-машинах-картах. Мы уже придумали, ну, какая у нас будет команда. Кока-кола. В числе гостей на награждении присутствовали представители администрации района и города. Перспективы внедорожных видов спорта во многом зависят от поддержки муниципальных властей. Надеемся, что Мирненский район, он будет развивать данный вид спорта, и спортсмены будут активно принимать участие. Будем шагать дальше. Где-то, может быть, уже на Дальний Восток и Сибирь будем выставлять команду Мирненского района. Надо федерации об этом подумать, чтобы нам в долгосрочные планы и бюджета вставлять финансовую помощь. Надо больше нам проводить таких соревнований. Вам всем здоровья, удачи, побед, ну и, конечно, новых соревнований. В категории пеших туристов награду достоились Евгения Волхова и Анастасия Ротару. Пока у них нет соперников на этих соревнованиях. Отмечены и участники в классе эндуро, где выступали мотоциклисты и квадроциклисты. В классе машин стандарт призовые места взяли экипажи Романа Дульнева и Олега Бугаенко. В зачетной категории спорт среди подготовленных внедорожников отличились команды Виталия Султанова, Виталия Павлова и Александра Никитина. Им были вручены ценные призы от спонсоров гонок. В самом престижном классе прото бронзу завоевал экипаж Александра Новопашина. Второе место присуждено команде Алексея Соктоева и Павла Алпеева. Ну а победителем гонок стал экипаж Алексея Лихачева. Призерам вручены ценные подарки, а лучшим гонщикам специальный переходящий кубок Федерации автомотоспорта. До следующего трофи-рейда он будет храниться на стенде главных наград спортсменов Миринского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова